82, пусть и не круглая дата, но размах у праздника поистине кубанский. В каждом из 44 муниципалитетов пышные торжества в честь любимого региона. Апогей же всего здесь, в столице Кубани, Краснодаре. Сотни людей от всего сердца поздравляют любимую малую родину и не стесняются выражать чувства. Мы живем здесь, радуемся. Здесь нам все нравится. Краснодарский край – это душа, это песня, это судьба казачья. Цветы, красота, зелень, чистота. Это лучший край в России. И этот край, он дорог всем нашим жителям. Промышленность, образование, сельское хозяйство. На десятках стендов достижения региона в цифрах, картинках, видеофрагментах. Каждый находит на площадке что-то свое, что связывает его и Кубань. Здесь каждая площадка со своей тематикой, но и о кубанском колорите не забывает никто. Весь мир театр, а Краснодарский край – это что? Тоже театр. Причем большой театр. Помнят и о средствах массовой информации. Наши коллеги вещают в прямом эфире и зовут гостей в студию. Они знают о крае, кажется, все. И видят, как меняются новости из городов и поселков в лучшую сторону. Я рад, что причастен к тому, что здесь сегодня происходит. И пользуясь случаем, хочу всех жителей края поздравить с днем рождения Краснодарского края. Огромное количество гостей приглашено на день рождения. У каждого из них за плечами годы работы на благо края. Политики, общественники, творческие деятели, работники сельского хозяйства и промышленности. В холле и уже в зале они говорят о перспективах, инновациях и планах на будущее. Многонациональный, уверенный и сильный регион готов двигаться вперед, заявил со сцены губернатор. Вениамин Кондратьев подчеркнул, что краю есть чем гордиться. Мы живем в уникальном, удивительном крае. Вы задумайтесь, вот сегодня мы можем признаваться в любви к нашему большому дому, к нашему краю. И осознавать, какую роль он играет в нашей жизни. Нам очень повезло, что мы живем в этом удивительном, уникальном уголке России. Многонациональном, развивающемся, крепком, сильном. Принцип нашего края – движение только вперед, не отказываясь от своих корней. Мы помним наших предков, мы их чтим, храним память о них, о наших казаках, тем, которые подарили нам Кубань. И мы прекрасно понимаем те заповеди, по которым жили они, и сегодня должны жить мы. Это жить по совести, работать честно и делать все, чтобы Кубань стала еще более развивающейся, более богаче, еще больше достигала высот во всех отраслях экономики и сферах жизни. Мы хотим сегодня жить в комфортном, благоустроенном, безопасном, святущем крае. Давайте его такими делать. Мы это сможем. Других сынов и дочерей у нашей Кубани, у нашего края нет. Мы с вами и есть. С праздником, с днем нашего Краснодарского края. Спасибо. Пожалуй, главное, что сделало Краснодарский край таким, какой он есть за эти 82 года, люди. Лица, которые строили рисовые чеки, достигали спортивных вершин, с утра до ночи были в поле в разгар страды и прославляли любимый край на российской и международной арене. О кубанцах, как одновременно, фундаменте и двигателе современного края, говорит губернатор. Нам сегодня есть чем гордиться. Мы сегодня можем говорить о том, что у нас на самом деле рекордный, даже не богатый, а рекордный урожай. Сегодня развивается экономика, промышленность, наши уникальные курорты. И можно перечислять практически все сферы экономики, сферы жизни. Мы можем гордиться нашими городами и станицами, которые меняют свой архитектурный облик. Людьми. Людьми, главным богатством, я не раз говорил, нашего края. Мы сегодня можем гордиться, именно гордиться, что они у нас живут вот такие на нашей Кубани, в нашем крае, вот такие аграрии, селекционеры, спортсмены, учителя. Можно перечислить людей различных специальностей и профессий, которые влюблены в свое дело и безгранично любят наш край. Безгранично, кто бы что ни говорил. И желают его процветанию и развитию. Спасибо вам за это, в том числе те, кто сидит в этом зале. Сегодня Краснодарский край – это зона комфортного проживания и работы огромного количества людей. Сделано очень много, но предстоит сделать еще больше. Но главное – это люди, которые проживают на территории края. Очень трудолюбивые, приветливые. И вот те заслуги в экономике Кубани, безусловно, это заслуги и победы каждого ее жителя. Видным политическим, общественным деятелям и простым труженикам губернатор вручил высокие награды. Орден почета министру транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексею Переверзеву. Медаль ордена за заслуги перед Отечеством первой степени руководителю местного отделения Российского союза ветеранов Афганистана Дмитрию Лебедеву. Второй раз звезду героя труда Кубани получил Владимир Бикетов. Человек для региона знаковый, легендарный. 22 года он возглавлял краевую законодательную власть. Теперь он в Совете Федерации и уже из Москвы следит за успехами родной земли. Четыре года подряд Краснодарский край устанавливает рекорды ежегодно, устанавливает рекорды по сбору зерновых культур. Стабильно высокие валовые сборы риса. Развивается виноградарство, виноделие, производство ягод. Сегодня уже, в общем-то, стало привычным. Сентябрь половина, а мы в магазинах видим и клубнику, и малину. Поздравить край с 82-й годовщиной приехали гости не только со всего региона, но и России, и зарубежья. Все, кто связан с Кубанью и не забывает о малой родине, говорили теплые слова. Еще одну медаль героя губернатор вручил олимпийской чемпионке – спортсменке. Ирина Караваева в свое время получила награду за приверженность принципам честной игре. За то, что исправила судейскую ошибку на чемпионате мира. Знаменитая спортсменка, несмотря на все заманчивые предложения, уехать за границу или в Москву осталась верна малой родине. Я здесь работаю, здесь моя семья, здесь родился мой сын. Вся моя жизнь связана с Карнадским краем. Конечно, строительство спортивных объектов, строительство площадок. Спорт стал доступен каждому маленькому и большому жителю. И все наши жители, все наши дети увидели, как важно заниматься спортом. Аграрии, промышленники, рабочие и общественники – каждый из них влияет в разной степени на будущее региона. Награды находят и героев, которых нечасто увидишь в газетах или по телевизору. Скромные труженики, которые со стеснением рассказывают о своих достижениях. За многолетний труд на тракторе. Я в совхозе больше 30 лет. 44 года у меня трудовой стаж. 44 года. Ну, я начинал от рабочего и получил три высших образования. То есть я всю жизнь в нашем крае. И я много поездил, но лучшее место я не знаю. Для таких гостей и концерт особенный на сцене лучший из лучших. Кубанский казачий хор, коллективы Краснодарской филармонии, народный оркестр «Виртуозы Кубани». Впервые на сцене сводный хор из всех муниципальных образований. После концерта губернатор посетил площадки районов, краевых организаций и ведомств. Фойе музыкального театра «Достижение края как на ладони». Высоты, которых достиг Краснодарский край к своим 82-м годам, не оставляют шансов сомнения. Сейчас можно с уверенностью сказать, что регион и дальше будет брать новые вершины во всех сферах жизни, пока его населяют такие трудолюбивые люди. И благодаря им уже следующее поколение, такое же разное по убеждениям и национальному составу, все так же уверенно и с радостью будет говорить «Мы...» Мы любим Кубань!